Друзья, многие говорят, что наше государство не помогает нашим гражданам, в частности, индивидуальным предпринимателям. Ну вот сейчас я хочу вам показать, как оно помогает, ну скажем, лично мне. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Зимитков Юрий. У меня жена работает бухгалтером, и вот она мне прислала информацию о том, как можно мне получить субсидию. Дело в том, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, кроме всего прочего. И у меня есть, ну вообще говоря, три компании, две ООО и одна индивидуальный предприниматель. По этим компаниям, по всем, есть основной вид деятельности. Он определяется по номеру ОКПО. На сайте Федеральной налоговой службы. Ссылочку вы увидите в описании к данному видео. Проверить условия по ОКПО. То есть, если мы входим в реестры малого и среднего предпринимательства, я вхожу. Если по ОКВЭДу входим в перечень пострадавших отраслей экономики, то есть ОКВЭД у каждой компании есть. Проверяем и смотрим. Если нет задолженности, но у меня нет задолженности, то выяснилось, что мои ООО не попадают в этот перечень. А вот я, как ИП, попадаю. И поэтому я имею возможность сформировать заявление на получение субсидий. То есть, следующий клик – сформировать заявление. Заявление можно заполнить в личном кабинете юридического лица, кабинет, раздел «Подача заявлений» или индивидуального предпринимателя, раздел «Сервисы». Тра-та-та. Переходим. Я захожу в личный кабинет ИП, это в налоговой службе. И вот оно, формирование запроса предоставления субсидий ИП в связи с распространением COVID-19. ИП, Демитков Юрий Алексеевич. Вот все мои данные можете видеть. И когда я регистрировался в личный кабинет ИП в налоговой, она уже знает, что у меня открыт счет, как индивидуального предпринимателя. Она это знает, что в Тинькофф банке у меня есть счет. И все. То есть, она мне сразу предлагает, что делать, если у меня все это есть. Нажимаем «Далее». Можно скачать PDF, можно просто подать заявление. Подписание электронной подписью для данного документа не требуется. Отправляем заявление. Ваше заявление на предоставление субсидий успешно отправлено. Все. Проследить ход рассмотрения заявления можно на странице события, на сайте ФНС или проверка на получение субсидий. Также вам будет направлено уведомление в ваш личный кабинет. Ребята, три клика. Теперь проверить статус подного ранее заявления. Смотрим статус. Пока нет. Но пока оно еще не поступило, потому что я только что прямо при вас отправил. Как будет, я обязательно сообщу. Постараюсь, по крайней мере, сообщить о том, получил я эти деньги или нет. Но вы видите, всего два или три клика и приветики. Давайте посмотрим сейчас на мои налоги, если кого-то интересует. У меня есть задолженность. 93 рубля 19 копеек по налогам. На самом деле это не налоги, а пеня. За просрочку я пропустил платеж. Ну, промуфлонил, как обычно. Вот. И не заплатил. Потом я заплатил, а они у меня заблокировали на счете и сняли. То есть налог сняли с меня дважды. Друзья мои, не забывайте платить вовремя налоги. Вот. Потому что иначе вот вы попадете в такую же ситуацию, в которую попал я. То есть я заплатил еще раз. И теперь у меня возникла переплата. 53 311 рублей по налогу. Вот. И что здесь за честь. Сведения о безлишне заплаченных налогах. Вот здесь у меня есть. Сформировать заявление о зачете возврата. Возврате. Ну, пока у меня она не дает сформировать это заявление. Но, тем не менее, вот такая штука есть. Ну, дело в том, что я только что зарегистрировался. Там еще персональные данные еще не все внесены. Ну, вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать по поводу получения субсидий. Она существует. Да, она маленькая. 12 360 рублей в размере одного мрота. У меня нет наемников. Поэтому я один. Поэтому у меня на всех сотрудников, на меня одного. Это 12 360. Но оно есть. Вот. И... Да, вот еще один момент. Посмотрите, здесь я получаю за апрель месяц. А вот за май она не дает. Период подачи заявления за май с 01.06 по 01.07. То есть в июне месяце я подам еще раз такое же заявление. И я надеюсь получить еще 12 360 рублей. Ну, небольшие деньги, конечно. Но, тем не менее, что их, если они на дороге валяются, что их не поднять? Вот. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитров Юрий. Следите вместе со мной за ходом этого заявления. Что будет на сегодня все. До встречи.